Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму помидоры по-королевски. Способ очень простой и быстрый. Никаких листьев и специй не нужно, но помидоры при этом получаются нереально вкусными. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Приятного просмотра! Берем пропаренную кипятком 3-х литровую банку и наполняем ее доверху помидорами. При этом периодически банку встряхиваем, чтобы томаты улеглись как можно плотнее. Помидоры лучше брать тех сортов, у которых тонкая кожица. В 3-х литровую банку помещается около 2 килограммов томатов небольшого размера. Дальше заливаем помидоры крутым кипятком. Если какой-то помидор всплывает, помещаем его в отдельную емкость и также заливаем кипятком. Банки прикрываем крышками и даем постоять 20 минут. В это время нарезаем пластинками 25 граммов чеснока. Через 20 минут воду из помидоров сливаем в кастрюлю. Только из 3-х литровой банки. А к помидорам отправляем резанный чеснок. Теперь готовим маринад. В слитую воду добавляем 30 граммов соли, 90 граммов сахара, размешиваем и отправляем на плиту. Пока маринад будет закипать, возвращаем в банку изначально лишний помидор. Закипевший маринад варим под закрытой крышкой 10 минут на небольшом огне. Затем вливаем туда 30 миллилитров 9% уксуса и ждем, пока повторно закипит. Горячим маринадом заливаем помидоры. Сверху должна получиться небольшая горка из воды. Накрываем банку крышкой, закатываем, переворачиваем и тепло укутываем до полного остывания. Вот и все. Помидоры на зиму по-королевски готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok